Баку ждет, Москва должна надавить на Ереван. Официальный Баку ждет создания атмосферы для начала переговоров по Карабаху с Ереваном. 26 августа состоялся первый официальный визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москву. Этот визит состоялся после того, как в последнее время разгорелся армяно-азербайджанский конфликт, и в частности, после инцидента на государственной границе между Арменией и Азербайджаном в Тавузском районе. Необходимость повышения интенсивности диалога между Баку и Москвой была обусловлена появлением информации о перевозке военных грузов в Армению из России посредством третьих стран после провокации, совершенной Арменией в Тавузском направлении, на государственной границе с Азербайджаном, а также тем, что президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил по этому поводу своему российскому коллеге. Укрепление военного союза между Баку и Анкарей, визит в Турцию министров иностранных дел и обороны Азербайджана и визит в Баку турецкой военной элита побуждали Россию пересмотреть свою политику на Южном Кавказе и в частности в отношении Азербайджана, как передает АЗ. Эйзи со ссылкой на Вести. Эйзи, визит министра обороны России Сергея Шойгу в Азербайджан, нужно рассматривать именно в этом контексте. Слова для меня посещения Азербайджана. Это всегда хорошая возможность обменяться мнениями, обсудить вопросы региональной безопасности и, безусловно, нашего военного и военно-технического сотрудничества. Произнесенные Шойгу в ходе встречи с президентом Ильхамом Алиевым тоже позволяют судить о том, что целью визита было обсуждение вопросов региональной безопасности и военно-технического сотрудничества. Вернемся к первому официальному визиту главы внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхуна Байрамова в Москву. Глава МИД России принял азербайджанского коллегу в исторической резиденции Министерства иностранных дел в здании Дома приемов МИД России. В первую очередь Лавров и Байрамов провели встречу в формате один на один, в ней представители медиа не участвовали. Из встречи один на один, продолжавшейся примерно час, представители СМИ получили только фото, сделанное во время встречи Лаврова с Байрамовым в одном из исторических залов резиденции МИД, в том самом зале, в котором был подписан известный пакт Молотова, министр иностранных дел СССР, Риббентропа, министр иностранных дел нацистской Германии. Делегации министров и журналисты ждали их в белом зале резиденции. Халаф Халафов и его российский коллега Андрей Руденко, Палат Бельбельёглу и его российский коллега Михаил Бочарников, российский дипломат-посредник по Нагорному Карабаху, российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, представитель МИД России Мария Захарова и сотрудники протокольных служб министров. В ожидании своих руководителей, заместители министров и послы обсуждали вопросы, связанные с открытием границ между двумя странами. В целом ситуация на пограничных контрольно-пропускных пунктах. Я тоже был среди журналистов, освещавших встречу. Я так понял, что закрытие границ сильно беспокоит обе стороны. В этот момент, воспользовавшись случаем, я подошел к российскому сопредседателю Игорю Попову. Я знаю Игоря Валентиновича долгие годы. Скажем так, я единственный азербайджанский журналист, у которого неоднократно был шанс сделать с ним интервью, и которому он дал единственное интервью. В тот момент, я не мог задать Попову много вопросов, потому что для этого не было возможности. Министры могли в любой момент войти в белый зал. Поэтому я спросил у российского сопредседателя о вероятности их визита в регион. Он же пожаловался на то, что границы закрыты из-за пандемии, сказал, что они совершат визит в регион сразу после того, как откроются границы. В этот момент двери открылись, и в зал вошли Джейхун Байрамов и Сергей Лавров. Началась встреча в расширенном составе с участием делегаций. Из находившихся в зале все, кроме министров, были в медицинских масках. Для прессы была открытой только протокольная часть этой встречи. Лавров поздравил азербайджанского коллегу с назначением на должность главы МИД, а Байрамов выразил удовлетворение тем, что находится с визитом в Москве. Затем по знаку Лаврова представители медиа вышли из зала. Начались обсуждения. Я долгие годы освещал встречи глав МИД Азербайджана и России в Москве. Было и время, когда я освещал встречи один на один между Лавровым и Мамедьяровым. Скажу прямо, на меня произвела очень большое впечатление уверенность нового главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова. И то, как он выступил во время встречи с участием делегаций, и его выступление на совместной пресс-конференции после переговоров. Следует учесть, что министр, с которым вел переговоры Джейхун Байрамов, 16 лет руководит МИД России, является старшим дипломатом со стажем более 40 лет. Как мне стало известно, Джейхун Байрамов сохранил уверенность в себе и после протокольной встречи, то есть и в той части встречи, которая проходила без участия прессы. Он полностью защитил справедливую позицию Азербайджана по всем вопросам. В ходе встречи за закрытыми дверями я стал свидетелем относительного повышения голосов, эмоций время от времени. Чувствовалось, что идут напряженные обсуждения. Главной темой обсуждения, естественно, было урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта. Находившиеся в соседнем зале отчетливо слышали то, как в ходе встречи за закрытыми дверями азербайджанский министр сказал российскому коллеге, «Территориальная целостность Азербайджана должна быть полностью обеспечена». Напомню, что представителей СМИ собрали в зале для пресс-конференции рядом с залом, в котором проходила встреча с участием делегаций. После завершения встречи, продолжавшейся больше часа, министры встретились с журналистами. Они поделились своими мнениями об итогах переговоров. Лавров признался, что очень доволен итогами переговоров и надеется на периодические контакты. На пресс-конференции министры затронули ряд вопросов, от экономических, гуманитарных отношений до вакцины от коронавируса. Естественно, все внимание было приковано к заявлениям министров об урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта, последней провокации Армении в Тавузском направлении на государственной границе с Азербайджаном. И Лавров, и Байрамов в своих выступлениях, и отвечая на вопросы, высказали мнение о переговорах по Нагорному Карабаху и инциденте, произошедшем на границе. Глава МИД России сказал, «Мы провели подробный обмен мнениями по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Россия и впредь продолжат усилия по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, как в национальном формате, так и в рамках стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Мы настроены на продолжение процесса урегулирования. В этом плане нужно создать необходимую атмосферу для обеспечения стабильности и устойчивости переговорного процесса. Конечно, переговоры нужно вести не ради переговоров, а целенаправленно для мирного урегулирования. Самым важным моментом в этой части выступления Лаврова является высказывание переговоры, нужно вести не ради переговоров, а целенаправленно для мирного урегулирования. Именно на этом долгие годы настаивает руководство Азербайджана. Пусть будут переговоры, но не имитация переговоров. Другим важным моментом в выступлении главы МИД России в связи с Карабахским конфликтом было то, что он сказал, сопредседатели Минской группы ОБСЕ считают неприемлемым изменение состава переговоров. Здесь следует обратить внимание на один подстрочный момент. Это естественно то, что в последнее время официальные лица и общественность Азербайджана справедливо обвиняют Минскую группу в бездействии. То, что во время провокации в Тавусском направлении государственной границы и после нее Анкара сделала ряд активных политических заявлений. «Эрдоган обсудил этот вопрос с Путиным, и Кремль распространил эту информацию. Поэтому МИД России в лице Лаврова выразил обеспокоенность в связи с этим вопросом. Но думаю, что это отнюдь не единогласное мнение российского политического истеблишмента. Мне позволяет говорить об этом то, что Кремль распространил информацию об обсуждении провокации Армении в Тавусском направлении на государственной границе с Азербайджаном в ходе телефонного разговора между Эрдоганом и Путиным и ряд других моментов. Все знают о том, кто не желает подключения Анкары к процессу урегулирования армяно-азербайджанского конфликта. Здесь было бы уместно напомнить о том, что перед встречей с азербайджанским коллегой Лавров поговорил по телефону с главой МИД Армении за грабом Мнацаканяном. Высказывание главы МИД Азербайджана в интервью российских СМИ за день до встречи с Лавровым согласование графика вывода оккупационных сил села территории Азербайджана должно составить предмет переговоров по Карабаху, должно считаться главным тезисом переговоров между Лавровым и Байрамовым. Глава МИД Азербайджана повторил это и на совместной пресс-конференции. С большой долей вероятности можно сказать, что эта мысль прозвучала и в ходе встреч один на один и с участием делегаций. Несмотря на то, что оккупация 20% наших земель продолжается, Азербайджан подтвердил свою конструктивную позицию в процессе переговоров реальными действиями. Азербайджан уже около 30 лет находится за столом переговоров. Азербайджан является сторонником урегулирования конфликта политическим путем. Наряду с этим мы считаем, что имеется очень серьезная правовая база для урегулирования конфликта и переговорный процесс должен вестись на основании документов, принятых международными организациями. Это четыре резолюции Совета безопасности ООН и другие документы, принятые международными организациями в последние годы. В этом плане мы являемся сторонниками продолжения переговорного процесса. Но мы считаем, что переговоры должны проводиться вокруг конкретных вопросов, должны быть субстантивными, нельзя имитировать переговоры. Мы считаем, что международная общественность и в первую очередь страны-сопредседатели должны осудить заявления и действия, наносящие удар по переговорному процессу, заявил глава МИД Азербайджана на пресс-конференции. Вывод заключается в том, что официальная Москва в лице Лаврова хочет возобновить переговоры по Карабаху между Азербайджаном и Арменией. Об этом свидетельствует и заявление Лаврова на совместной пресс-конференции о том, что на каком-то этапе планируется организовать контакты министров иностранных дел при содействии сопредседателей. Ответ азербайджанского коллеги на это заявление главы МИД России прозвучал за день до этого в интервью ТАСС. Джейхун Байрамов назвал условия Баку в связи с возможностью встречи с армянским коллегой. Сопредседатели хотят организовать осенью этого года встречу между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении. Однако действия Армении фактически сводят усилия посредников на нет. Подрыв Армении процесса урегулирования конфликта в Нагорно-Карабахском регионе и других оккупированных территориях Азербайджана не ограничивается только военной атакой, произошедшей 12 июля. Руководство этой страны подрывает шансы для возобновления переговоров, заявляя о необходимости закрепления результатов войны, исключая возможность освобождения территорий, угрожая нанесением ударов по азербайджанским населенным пунктам, продолжая политику незаконного заселения оккупированных территорий, тем самым изменяя там демографическую ситуацию. Этот перечень агрессивных заявлений и провокационных шагов армянской стороны можно продолжить. В таких условиях говорить о датах встречи министров иностранных дел было бы преждевременно. Мы ожидаем от сопредседателей Минской группы ОБСЕ гарантии готовности армянской стороны к ведению субстантивных переговоров по освобождению оккупированных территорий Азербайджана и устранению других последствий вооруженного конфликта, как это предусмотрено четырьмя резолюциями СБ ООН от 1993 года и решением Будапештского саммита ОБСЕ 1994 года. Реализация таких договоренностей позволит приступить в дальнейшем к рассмотрению политических вопросов. Как видно, официальный Баку ждет создания атмосферы для начала переговоров по Карабаху с Ереваном. Я так понимаю, что Москва должна предоставить гарантии готовности армянской стороны к проведению основательных переговоров по освобождению оккупированных территорий Азербайджана и устранению других последствий вооруженного конфликта. В противном случае Азербайджан не считает нужным тратить время на имитационные переговоры с оккупантом Армении.